В Новый год Беларусь может войти с новым налоговым кодексом, сообщили сегодня в Совете Республики. Документ долгожданный и обсуждаемый. По сути, он определяет условия и порядок работы всех организаций страны, как крупных предприятий, так и частного бизнеса. И наравне со всеми экономическими законами формирует инвестиционный и деловой климат. Именно поэтому новый налоговый кодекс должен быть прозрачным и понятным для всех. Известно, что ставки налогов не изменятся, но документ должен предусмотреть новые подходы по их исчислению, упростить налоговое администрирование. В мировом рейтинге ведения бизнеса, а в нем 190 стран, Беларусь поднялась на 37 место. Доработкой новой редакции кодекса занимается рабочая группа под руководством председателя Совета Республики. Был очень хороший конструктивный разговор и по линии правительства, и по линии нанимателей, и парламентариев. И нам практически по всем вопросам удалось найти согласованные позиции. Главная цель, конечно, заключалась в том, чтобы сделать этот документ понятным, может быть где-то и более простым и доступным. Мы обратили особое внимание, что должно быть минимум, а лучше вообще, чтобы не было отсылочных норм, чтобы все положения налогового кодекса носили характер прямого действия. Работу над документом министерства и ведомства ведут с начала года. В обсуждении участвовали бизнес-союзы и представители крупных предприятий. В понедельник редакцию проекта обсудили на совещании у президента. Много шума вокруг обновления налогового кодекса. Как мне докладывают, у вас не получилось сделать его понятным. Без внутренних противоречий, а главное, комфортным для людей и бизнеса. Общество не надо будоражить сырыми и непроработанными документами. Спокойно надо доработать, дошлифовать документы, но строго на тех принципах, как поручено. Александр Лукашенко поручил в течение двух недель убрать все разногласия. Проект нового налогового кодекса должен поступить в Палату представителей до 7 декабря.